Коллеги, всем привет! Сегодня у нас сравнительный обзор двух объективов. Это Carl Zeiss Macroplanar 100 мм, который оказался у меня случайно и ненадолго на руках. Ну и сравнивать его с тем, что есть у меня на постоянной основе. Это Canon Macro 100 мм. Тот объектив, которым я снимаю в основном. И тот и тот объектив без всяких перекотников встает на аппарат Canon. По размеру, вы видите, они приблизительно одинаковые. По весу я тоже не ощущаю никакой разницы. В комплекте идет вот такая бленда. Честно говоря, не знаю, зачем она нужна в дентальной съемке. В режиме она просто выполняет роль части объектива и все. Я не вижу больше никакой надобности. Объектив металлический на ощупь есть. Очень плавный ход, фокусировки кольца. Все здорово. Незначительно больше входная линза. Есть резьба внутренняя для крепления всех дополнительных элементов, в том числе для крепления макро-вспышки. Объектив без всяких вопросов встает. Байонет Canon. Надежно защелкивается. Немалее шевелка. Все хорошо. Отличительной особенностью этих объективов является то, что у них нет автофокуса вообще в принципе. То есть вся фокусировка осуществляется вручную. Также сильно отличает этот объектив от родного Canon L. То, что здесь максимальная диафраг на 22. То есть дальше вы уже зажать не можете. Я на него поснимал немножко предметные съемки, прекрасная картинка, все хорошо работает, все здорово. Через зеркало немножко поснимал зубов. В общем-то достойный объектив для фанатов и маньяков. Он подойдет. Почему для маньяков? Потому что стоимость этого объектива около 120 тысяч рублей сейчас. Не каждый себе станет покупать этот объектив. Это, конечно, для ценителей и любителей. Минусом считается обычно то, что объектив при фокусировке выдвигается и, собственно, вдвигается. Такие объективы еще называют пылесосами. Но учитывая, что он сделан настолько точно, так близко друг к другу стоят все компоненты, и я не думаю, что он будет собирать пыль, как это обычно делают вот такого рода объективы. Также из минусов можно отметить, что родная каменовская вспышка, которой я пользуюсь, не встает без дополнительных колец на объектив, поскольку внешний размер объектива вот здесь больше, чем вот здесь. Поэтому требует дополнительного кольца, которого у меня нет. Поэтому я снимаю пока, ну, в рамках теста, просто придерживая его на вот этом месте. И хотя и диафрагма здесь всего 22, качество картинки при фотографировании полных зубов рядов меня, в принципе, устроило. Я не вижу каких-то очевидных недостатков в этом объективе, кроме тех, что я озвучил. Дополнительное кольцо здесь требуется. И нет автофокуса. Хотя для меня автофокус не супер нужная вещь. Я, в принципе, очень часто пользуюсь и ручной фокусировкой, и с объективом родным. Ну и не отходя от кассы, я вам расскажу про объектив родной Canon 100 мм макро. Вот такая L-серия, которым я снимаю. Этот объектив считается флагмановским для макросъемки для Canon. Объектив тоже очень приятно сделан. Корпус уже пластиковый в данном случае, в отличие от Zeiss. Итак, родная Canon 100 мм L-серии с красным колечком. Я скажу честно, что по картинке с объективом не L-серии 100 мм, в принципе, не профессионал не увидит разницы. Поэтому, покупать ли L-серию или не покупать, это решать вам. Здесь, на мой взгляд, важнее полная матрица, в отличие от неполной. По моему опыту, полная матрица дает, конечно, лучшую цветовую передачу. В отличие от объектива Size, сюда встает макроспешка без всяких проблем. Хотя, как без проблем? Мне пришлось докупить для этого объектива, для родного объектива, вот такое кольцо. Вот такое кольцо, которое стоит около 50 евро. Неприятная покупочка для родных компонентов. Все должно, на мой взгляд, стыковаться и без этого кольца. Что ж поделать? Картинка классная, резкая, четкая. Нет претензий к объективу никакого. Есть режимы фокусировки, можно установить короткодиапазонный режим. Тогда автофокус будет работать еще быстрее. Если вы все время снимаете на маленьких дистанциях, до полуметра, зачем гонять моторчик на всю плену? Сделаю ряд снимков на разные объективы с одними и теми же настройками. Для частотных экспериментов я поставлю на этот объектив, второй образовательную диафрагму и посмотрим, что получится. В обоих случаях будет минимальная дистанция фокусировки и ручный автофокус. Здесь мы тоже сделаем минимальную дистанцию фокусировки. Единственная разница, что мне здесь придется придерживать спешку луками. Все настройки абсолютно те же. Объект и съемки тоже. Я как прикреплю к видео эти фотографии без обработки, без обрезки. Вот этот объектив дает картинку крупнее, примерно вдвое, на максимальном приближении, чем size. Дистанция фокусировки здесь получается минимальная, меньше, чем size. Вывод такой, если вы готовы потратить указанную сумму для того, чтобы получить вот такой очень приятный, кайфовый девайс, но выглядит он действительно прикольно, ощущается очень надежно по-немецки. то почему нет? Почему нет? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА